Девушки отдыхают Девушки отдыхают Микробіотична кухня Да, да, слышала, что Мадонна только так и питается Уявите, какой был стресс у Майуми Мене даже Мадонна хотела переманить, чтобы я стал ее шеф-кухаром вместо Майуми Зараз вы увидите, с какой стравой я перемогу И можете сделать ее на своей кухне Найвышуканнейший салат С различными фокусами Ты победил шеф-повара Мадонны? Так Вот так вот Мы тобой гордимся Первое место Можна використовувати лосось або форель Що знайдете? Нам потребна их филе Добре вычищаемо Якщо и кистки Обережно вынимаемо Конечно, Вектор, мы будем очень внимательно следить, как ты готовишь это блюдо И я постараюсь тебе помогать Но ты уверен, что мы сможем на наших кухнях приготовить так же, как ты на фестивале еды, где ты победил Не сомневайтесь Все смогут И ты сама зараз это переверишь Допоможи мне, будь ласка Візьми помидоры, и те, что больше, будешь разрезать на четыре шматочки А те, что меньше, на опил Когда конкурс, когда съезжается очень много поваров Там, наверное, какие-то друг к другу даже козни могут строить Здесь, безумовно, есть Конкуренция шалена Из всех конкурсов света, где я брал участь, в Азии хорошо слышу Там конкуренция найжорсткіша А перед этим конкурсом я как раз попрацевал на Мальдивах Ну, что ты скажешь Навіть с мальдивским опытом, кулінарной империей Японии у меня трусился ніж в руках Но я боролся И победил И мы победили А сейчас готовим так называемый кур-бульон Кур-бульон, что ли? Французский, нет Нет Кур-бульон в французском означает «швидкий бульон» 15 минут я витратил на всю страну Чтобы придумать, приготовить и подать Оп, и готово За 15 минут ты создал блюдо, с которым ты победил Боже мой А тут у нас окреп И еще и цебуля А точнее, лушпынь видна Довись Шелуха от лука? У нас яйца красят с помощью шелухи от лука Яки яйца? Сегодня с лушпыня варим и бульон А ты уверен, Ектор, что ты именно с этим блюдом победил на фестивале? Ты же используешь шелуху от лука Якби я лушпынье викинув, я б програв Там были суддя, которые затем истежили, чтобы продукты использовали без отходов Теперь на деку до лушпынье кидаем чеснок Чеснок розчавлюемо А это две зерочки анизу И еще маем утаку сумеш Черный перец Також можно взять и белый перец горошком Кориандр И духмяный перец Берите по пив чайной ложечки Або по одни чайной ложечки кожною специи Три вида перцев, чеснок Ну, вроде бы все хорошо Но шелуха от лука, по-моему, никак не вписывается в блюдо, которое победило на фестивале Лавровые листочки Так, лавровые листочки А почему ты решил, что шелуха от лука подойдет этому блюду? Потому что в лушпынье местится мягкий смак цибули Вин не очень интенсивный Ага, вот для чего ты вместо лука положил шелуху До лямо билого оцду Довольно много, сколько там? Десь столовую ложку И трешки соку лимона А вода наша уже киприть В огонь можно вымекать А еще у меня есть картофель Вона уже отварена и почищена Торкнись Тепленький Тепленький Если картофель охолола, то разогреть ее трешки До картофель додаем ложку оливковой олії И подрібнюемо видалкою Ты готовил в мундирах картошку или варил уже очищенную для этого блюда? Все правильно, варил в мундирах, а потом почистил Картофель мы помнимо от трешки Сильно не треба То есть это не пюре? Нет, это не пюре И сразу кладем не много картофель А еще у нас есть горшок Тут уже свареные перепелиные яйца Так же еще брец Цибуля-шалот Базилик Оливки И какая-то рыбешка Похоже на хамсу Что это такое? Анчоусы Вот, наконец-то я познакомилась с анчоусами Мама, вкус, как у хамсы Только очень хорошо просоленный Слегка подсушенный А теперь беремо укреп Нашу рыбу кладемо на деко до специй Положили в противень рыбу И заливаем кипятком И заливаем окропом Ця рыба будет готовиться Лише завдяки горячей воде Больше мы ее готовить не будем А, вот это все? То есть вот это и есть то, что ты сказал Курбульон, короткий бульон Мы вообще не варим, а просто накрываем пленкой Там есть все маринад Причем необыкновенно, потому что обычно в бульон уксус мы не заливаем Если бы это был обычный маринад, то да, уксус А так получается мы варим в уксусе рыбу Сколько необычных моментов в этом блюде победителей конкурса И залишаем Добре накрываем плевкою Можно просто крышкой какой-нибудь накрыть или пленкой обязательно Можно и крышкой И взагалі, вдома все это можно готовить не в деку, а в сковорице И накрыть ее крышкой Все, выставляем на бік десь на 20 минут Для чего мы это сделали, Лектор? Что сейчас там с рыбой будет происходить? Наша рыба станет не вареною, а наче привареною Лед-ледь зготованою Легкое приваривание О, что принесло мені перемогу То есть не будет, как обычно, когда рыба разварится в бульоне или в ухе, получается такая безвкусная Нее Увага, если вам нужна приварена рыба для будь-якої страви, готуйте ее саме так Не варите ее, а накрывайте плевкою, это главное секрет Помидоры откладываем на бік Надя, допоможи мені выдавати сік з лимона в цю склянку А потім процедуем Целый ли лимон нужно взять, да? Так, вычавлий весь лимон А в горячую воду в кастрюле Додаймо Трешки соли А это теперь для чего? Для квасоли Мы будем ее ошпарювати горячей водой А тут наша картопля, яку мы примняли видаем Он пропитался оливковым маслом Так, картопля втягнула в себе оливкову олію Трешки соли Під сковорідкою вмикаемо великий вогонь Ще перцю И добавим сюда же небольшое чебрецю Тимьян, свежий ты берешь обязательно, да? Свежий И листочки кладемо поверх на картоплю А что же приготовил шеф-повар Мадонны, которого, кстати, ты победил в том состязании? Страву, что програла? Да А програла вона саме тому, что ее рыба переварилась Ось тут я и обскакал Это была моя перевода Она не знала, что такое кур-бульон, а мы знаем Розрежь, пожалуйста, перепелиные яйца наоборот Яйца перепелиные только Так Так Только перепелиные Трешечки оливковой олії Сюди шкидаймо цибулю шалот Ей смак набагато деликатнейший, ніж у звичайной цибули И сюда же выкладываем картофель Блюдо, которое мы сегодня готовим с тобой, оно будет полезно нашему организму? Дуже, дуже полезно Ты знаешь, что лосось покращу и память, а его омега-3 кислоты сповильнюют наши старения Тут еще и перепелиные яйца, которые улучшают разумовую активность детей В Японии есть даже закон давать детям 2-3 перепелиных яйца каждого дня Возьми, пожалуйста, листочки рукколи Выбери найкращие и выклады сюда, в посудину Ну вот смотри, тут я тебе помогаю, и то понимаю, какое это сложное блюдо А там, на фестивале еды в Сингапуре, ты сам делал все? Не давали тебе помощников? Как шкода, что тебе там не было, чтобы ты мне помогла Перед тем, как мы начнем заправку, картофель выкладываем в миску Вона уже готова Плета нам больше не нужна И отразу беремо помидоры и додаем их до картофель Картопля еще тепла, поэтому помидоры трешки смягчатся А нам это и нужно И готовим мою любимую заправку Лимон и оливковое оливье Все гениальное и вкусное, готовится очень просто До того же, эта заправка социальная користь Ви зрозуміли, что это основа заправки А ви можете додавати сюди еще и цибулю шалот Перед чиллі Одним словом, все, что захочете И самое час в горячую воду додавать стручки квасоли Обережно Не обязательно искать свежие Можно взять и замороженные И мы их беремо недовго Занурили в горячую воду И вынимаем назад Практически все ингредиенты свежие или слегка обработанные Действительно получится полезное блюдо Ось поглянь, что я сделал Увага Занурил квасоли в горячую воду Вийнял И сразу занурил в холодную воду А если вы не занурите стручки в холодную воду То они будут вариться дальше Треба ж зробить им термичный шок Тогда витамины не пропадут А теперь додамо до руколи Кілька листочков базилику Розрываем его руками Вин додать нашей страве Свежесть А к какой кухне можно отнести это блюдо? Ты готова до моего ответа? Я предполагаю, что это блюдо колумбийское Ведь ты оттуда? Аж не я Это страва Из моей фантазии С креативностью Это страва без правил То есть Ектор придумал это блюдо Отож, какие у нас есть ингредиенты Ось вареные яйца Тут листочки руколи Базилику Помидоры, смешанные шалотом и картоплой А еще стручки квасоли А теперь додамо трешки заправки До нашей руколи с базиликом Небагато Пока что достатньо Пока совершенно непонятно, как все эти ингредиенты Их достаточно много Объединяться в одно блюдо Но я понимаю, что лосось и рукола Тут главные Теперь трешки заправки До квасоли Выкладываем немного руколи Трешки квасоли Это вместо обычной картошки с рыбой Картошку с рыбой мы очень часто в Украине едим Любим соединять эти вкусы Салат из помидоров с зеленью Но тут, в принципе, ингредиенты, которые нам знакомы Соединены совершенно необычным образом А в этом и вся идея страва Поглянь Картопля с чебрацем Это будет вкусно Трешки анчоусю Совсем трешки Не переборщить Оливки Ну все, это новогоднее блюдо У нас же, знаешь, ни один Новый год без оливок не обходится, правда? Самая мировая закуска А вот Доторкнись до тієї рыбы Упругая рыбка, мягкая Не развалилась, как обычно, когда в воде варится В этом уж и весь секрет Теперь я поняла, для чего здесь шелуха от лука Аромат-то остался Дуже соковита рыба До речи, лосось треба смажити так Щоб він залишався ще ледь сыроватим То есть чуть-чуть сыроватая Тришечки Я прямо представила себе личного шеф-повара Мадонны Который нервно курит в сторонке Ну, она-то, конечно, не курит, потому что здоровый образ жизни Но понимает, что вот этот шедевр ей не переплюнуть По мне это вообще полноценный обед Рыбка, картошечка, яйца, зелень То есть получается все необходимое для того, чтобы получить полный набор полезных питательных веществ И соус снова пошел Да, Эктор, я чувствую себя сейчас так, как будто присутствую на том самом конкурсе еды в Сингапуре Где Эктор победил с этим салатом Кстати, ты сам придумал рецепт А как ты назвал это блюдо? Розумеешь? Нова тенденция международной кухни полягает в том, что стравы называются на базе их компонентов Забудьте про назву салата веселка Або принцесса Потому что клиент має розуміти, что ему подают В данном случае назва така Лосось, приваренный в курбульйоне И поданный с картопляным салатом, руколою и анчоусами Довольно длинное название, а я бы знаешь, как назвала? Мадонне не повезло Ну, в том смысле, что это даже лучше, чем готовит шеф-повар Мадонны Бери так Чтобы на веделце было потроху всех ингредиентов А тут ведь много всего Поглянь Бачишь, какой лосось всередині? А лосось всередині чудовий Відчувається, что он свежий, легкий, но в одночас готовый Вкус еду? Никогда еще вкус вареной рыбы не был таким насыщенным К тому же этот лосось настолько мягкий Он просто, ну, необыкновенно нежный Практически воздушный Эктор, спасибо Для приготовления фирменного рыбного салата от Эктора Нам понадобится филе рыбы Отварной картофель Оливковое масло Перепеленные яйца Руккола Стручковая фасоль Помидоры черри Черные оливки без косточек Луковицы шалот Анчоусы Сыр пармезан Несколько листьев тимьяна и базилика Один лимон Белый винный уксус Ложка семян кориандра Белого перца горошком Черного перца Звездочки аниса Зубок чеснока И лавровый лист Сначала готовим быстрый бульон Один литр воды доводим до кипения с ростком тимьяна Ломтиками половины лимона Ложкой винного уксуса Половиной столовой ложки семян кориандра и перца Одним толченым зубчиком чеснока Анисом Лавровым листом Кожурой лука шалот Который мы используем в салате В этот бульон мы кладем рыбу Закрываем плотно пленкой Или накрываем крышкой И оставляем минут на 5-10 Тем временем фасоль бланшируем минуту в кипятке Отварной картофель очищаем Добавляем оливковое масло И измельчаем Помидоры режем пополам Или на 4 части Смешиваем с оливками Луком шалот Листьями тимьяна и картофелем Солим, перчим Украшаем перепелиными яйцами Заправку для этого салата Приготовим из оливкового масла И лимонного сока Взбитых в блендере Для подачи салата Выкладываем на тарелку Листья рукколы и базилика Сверху отварной картофель Со спаржевой фасолью Затем лосось Украшаем все это анчоусами И перепелиными яйцами Не забудьте добавить Несколько капель соуса Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!